Валентина Михайловна Селезнева Конфликт начался несколько лет назад. В 2005 году Валентина Михайловна похоронила сестру, а в 2015 в могилу, которая находилась рядом, захоронили еще и женщину. Некогда соседние места стали одной общей могилой двух разных семей. Искать помощь в сложившейся ситуации женщина пыталась у городской специализированной похоронной службы, но и там решения не нашли. Ну я думаю, что там никто не занял ничью территорию. Захоронение это было произведено в участке старые, 88-89 год. То есть там две соседних могилы. Ввиду того, что в те годы выдавались участки не совсем корректно, но не так как сейчас. И не было всех постановлений, на которые мы опираемся при выдаче земельных участков сейчас, на данный момент. Поэтому там участки были поменьше, чем положено по постановлению, на которые мы сейчас опираемся. И получилось так, что и тот, и другой участок немножко меньше размером, чем им хотелось бы. Поэтому сказать однозначно, что кто-то занял чье-то место, ну там этого нет. Документов о выделенной когда-то земле, это около 4 метров, у Валентины Михайловны нет. Они были утеряны, однако какой из сторон не ясно. Сегодня пенсионерка мечтает лишь об одном – поставить маленькую оградку. Но места для этого просто нет. Чтобы подойти с одной из сторон к могиле, женщине приходится проходить прямо по чужой. И в связи с тем, что они переместили когда-то, и вот этот вот, мой барьер, так, то вот это все теперь на ней. И они, скорее всего, и похоронили ее на ней. Вот я чего не хочу. Я не хочу, чтобы чужие люди были в моей могиле. Единственное решение, которое было предложено, это шурфирование, то есть вскрытие могилы без эксгумации тела. Чтобы убедиться, что захоронение было произведено правильно. Для проведения данной процедуры было необходимо согласие всех сторон. Но в назначенный день хозяин соседней могилы изменил свое решение. По-прежнему остается неясным, как разрешить конфликт. Ведь помимо законов и положений есть и морально-этическая сторона, которая в этой истории, увы, не учитывается. Кристина Жакот, Данил Сурков, Новости Ульяновской правды.